Всем здравствуйте, это Евгений Донец и вы смотрите Честный обзор. Прямо сейчас поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. У меня на обзоре Redmi Note 11 Pro, это Global версия 4G, бывает еще 5G, они не особо отличаются, основные характеристики совпадают. Здесь на борту стоит 108-мегапиксельная камера от Samsung, также есть широкоугольник на 8 мегапикселей, макросъемочная на 2 мегапикселя и затычка для боке еще на двоечку. 16-мегапиксельная селфи-камера, дополняется прекрасного качества стереозвуком на борту, то есть во время игр и просмотра контента, вам наверняка будет это приятно. Здесь стоит аккумулятор на 5000 мАч и быстрая действительно зарядка на 67 Вт, которая заполняет за 43 минуты до 100% этот емкий аккумулятор. У смартфона есть, конечно, ряд недостатков, о которых я расскажу внутри нашего честного обзора. Прямо сейчас мы с вами начинаем, не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Вперед! Спасибо, что вы остались. У меня в руках глобал-версия этого смартфона Redmi Note 11 Pro, то есть у него на борту 4G. Опять же у нас в стране, собственно, бесполезно. По стоимости он на старте продаж и у официалов стоит в районе 40, в серую можно купить его в районе 20, и это справедливая цена за данное устройство. Даже если будете брать за 25 прямо официальный, то он понизится в цене в любом случае, то это тоже нормальный ценник для такого устройства со стереозвуком, с классным дисплеем на 120 Гц, 67 Вт, быстрой зарядкой и так далее. Все подробности я расскажу вам сразу после распаковки. На распаковке Redmi Note 11 Pro. Звучит очень хорошо, это флагман данной линейки. У нас здесь 8128. Посмотрим, что внутри. Та-дань! Для меня важно, есть ли внутри конверта хотя бы чехол. И если он есть, ой, как я рад, ой, как я рад. Да, искать не нужно. Смотрите. Вот такой красивый силиконовый чехол. Этот и другие смартфоны я приобретаю в магазине kasla.ru, а после обзора возвращаю их обратно как витринный образец. Магазин продает по всей России и высылает товары по почте, если вам это нужно. Вас прекрасно проконсультируют и сделают вам подарок, если вы назовете промокод «Честный обзор». Зарядное устройство аж на 67 ватт. Красная пометка, говорящая о том, что мощный, действительно мощный зарядник. Насчет кабеля. Я думаю, что все классически. Да, так и есть. Здесь у нас получается USB-A, USB-C, опять же, с красной пометочкой. Емкость аккумулятора 5000 мАч. Это хорошая емкость на сегодняшний день считается. Она как бы классическая. Бывает больше, тогда и телефон громоздкий становится. А здесь и к размеру дань отдали, и емкости. Здесь стоит также быстрая зарядка на 67 ватт, заполняющая его, этот аккумулятор, за 43 минуты до 100%. Реально быстро заполняет. Спасибо за щедрую комплектацию. На сегодня такую комплектацию можно официально считать богатой. Зарядное устройство со шнуром, причем зарядник хороший. Сам смартфон и силиконовый чехол. Распечатываем. Хочется, конечно, увидеть сразу же его в дизайн. Но что скажу, красивый. Вот матовая поверхность, единственное, что я так понимаю, она непрактичная. И будет оставлять на себе отпечатки. Время покажет. По толщине он достаточно толстый. Посмотрите, вот такой толстенький. По весу, да, обычный такой стандартный вес. По камерам все очень интересно. Основная камера на 108 мегапикселей, она от Samsung. Да, модуль стоит Samsung. Но почему-то я заметил, что Samsung модули у других смартфонов работают хуже, нежели у самих Samsung. Может быть, это для того, чтобы нейтрализовать конкурентов? Я не знаю. Также на борту стоит широкоугольная камера 8 мегапикселей Sony IMX355. И 2 мегапикселя макрокамера, не имеющая автофокуса от OmniVision. Здесь скажу так, что с одной стороны макрокамера работает неплохо, но с другой стороны без автофокуса отбивать резкость очень сложно. Но цвета зато классные. Вот некоторые говорят, что модуль камер не очень красив. А мне вот кажется, что он очень даже красив. Камер, правда, как-то многовато. А основная из них работает единственная, которая работает по-настоящему хорошо. Селфи-камера на 16 мегапикселей, производитель ее не указан, она без автофокуса. Но есть цифровая стабилизация, которая дико кропает картинку, и мое лицо даже в кадр едва вмещается. Не потому что я люблю пельмешки, а потому что, ну блин, приближает. Просто для того, чтобы стабилизировать картинку. Вы понимаете, как вообще это работает? Цифровая стабилизация это что? Это берется картинка исходная, увеличивается чуть-чуть, и вот она дергается в зависимости от ваших движений. Получается достаточно стабилизированный кадр. А оптическая стабилизация, это когда сама матрица двигается там в трех направлениях. И получается без всякого кропа очень качественная стабилизированная картинка. А если совместить это еще и с цифровой стабилизацией, вы получаете как будто бы проездочку плавную, когда идете пешком, снимая видео. К вашему вниманию лицевая сторона. Здесь, конечно, можно сказать, что это подбородок. Да, это подбородок. Видно, что здесь толще, чем сверху это называется подбородком. Рамки достаточно тонкие и весьма приятные. Камера, маленькая точка сверху. Видно, что на стекле присутствует заводская пленка и просматривается решетка разговорного динамика. На правом торце у нас есть кнопка питания, совмещенная со сканером отпечатка пальцев и качелька громкости. Приятно очень нажимается все. Относительно безопасности здесь два стандартных решения. Сканер отпечатка в кнопке питания, я не глядя. Нажимаю, моментальное срабатывание. Либо по лицу на основе искусственного интеллекта. Камера хорошо и быстро распознает ваш фейс и разблокирует смартфон. Левый торец. Здесь вообще ничего нет. То есть, ну прям ноль. Просто стеночка. Можно было какую-нибудь кнопочку сюда и поставить просто так. Верхний торец. Это разъем для наушников 3,5 миллиметра. Решетка мультимедийного динамика. Второй микрофон и инфракрасный порт. Также, если посмотреть сверху, то видно, что камера выпирает. Поэтому чехол будет помогать ее сохранить от царапин. Нижний торец, друзья мои. Его тоже хорошо нашпиговали. Решетка мультимедийного динамика. Это микрофон, USB-C для зарядки и передачи данных и сим-лоток. Предлагаю не тянуть кота за волосы и посмотреть, что у нас в сим-лотке спрятано. Какие нам возможности предоставляют. Смотрите, интересно как. Здесь у нас имеется возможность поставить одну сим-карту. А вот на второй стороне либо SD, либо сим-карту на выбор. Вот как-то так. Относительно памяти у смартфона. Здесь стоит 8 гиг оперативной памяти и 128 постоянной. Причем 8 плюс 3. Это значит, что оперативная расширяется при помощи постоянной в случае необходимости. Я считаю это маркетинговым ходом. Если вы по-другому думаете, напишите об этом в комментариях. Никогда вам не рекомендую брать версии на 64 гига. Это неудобно. Заполняется программами моментально. А флешка она не будет такой быстрой, как собственная память смартфона. Берите всегда 128 либо 256, если таковые будут иметься когда бы то ни было. Сейчас мы видим только версию 128. В целом смартфон в руке лежит очень приятно. Он крутой и качественный. Это чувствуется. Не могу сказать, что форм-фактор этого смартфона стандартный. Он чем-то напоминает айфон. То есть его практически можно поставить на боковую грань. И он даже какое-то время поддерживается, может быть. Но смысл в чем? Он больше не похож на обмылок. Он приятен в руке. У него стеклянная задняя крышка. У него Gorilla Glass 5 с этой стороны. Ну и здесь вот пластиковые рамки. Не знаю, хорошо это или плохо. В целом смартфон чувствуется как качественный. В любом случае носить его в чехле придется. Но иначе он быстро поцарапается. И вы будете перешивать из-за этого. Я предпочитаю носить в чехле. И даже если уронить в чехле, меньше шансов, что он разобьется. Посмотрим, как он будет выглядеть в чехле. Ну что же. В чехле смартфон свой дизайн фактически не ухудшил. То есть чехол сделан сам по себе грамотно. Он как бы квадратненький такой, плотненький. И когда вы будете его вот так вот на стол где-нибудь быстро ставить, то он будет на чехле стоять. Не на стекле. Мало того, что стекло защищено пленкой, так еще и сверху вот этими бортиками дополнительно. Ну то есть это хорошо от износа. У смартфона очень яркий и красивый дисплей. Плавная прошивка. Основным достоинством является возможность обновления дисплея на 120 Гц. Вот например, смотрите. Если поставите 60, то вы будете экономить энергию. Но плавности уже и кайфа такого не будет. На мой взгляд, экономить на таких вещах точно не стоит. 60 как-то даже не смотрится, а если ты уже попробовал 120. Сейчас вы не сможете этого увидеть. Это лучше в магазине посмотреть своими руками и почувствовать. Прокручиваете меню. Оно, по идее, очень плавное становится. Но вот сейчас я поставил 120. Я супер плавности почему-то не увидел пока. Что-то странно даже. Что-то где-то может недопильно. Может глюки прошивки. Устройство я перезагрузил. И почему-то не сработало. Ладно. Переходим к интересному моменту. Есть ли здесь те железяки, которые вы обычно любите лицезреть? А, так вот в чем проблема. Нет, яркость никак. Ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка. Да нет, то же самое. То есть я думал, может быть, яркость повлияла на этот вопрос. Не, не повлияло. Да, чуть не забыл. Тысячу рублей хотите получить прямо сейчас? Тогда оформите по ссылке в описании дебетовую карту Альфа-банка. Нажимаете, заполняете. Она вам приходит. Это бесплатно. Если не нужно, потом можете ее выбросить. Но я лично пользуюсь Альфа-банком уже много лет. И вам рекомендую. Самое главное, когда получите карту, чтобы вам тысяча упала, нужно обязательно воспользоваться ею хотя бы один раз. Заходим в меню верхней шторки. Здесь я знаю, что вам будет интересно посмотреть, какое железо стоит на борту. NFC имеется. Вы хотели это знать? Пожалуйста. Трансляция на современный смарт-тв имеется. Точка раздачи Wi-Fi, пожалуйста. Запись экрана тоже здесь. То есть для блогеров, те, кто там что-то записывает с экрана, озвучивает. Все это есть. И режим ультраэкономии в AMOLED-ах он реализован наиболее качественно. Потому что если дисплей не светится, то, соответственно, он не жрет энергию. Помимо NFC, который так важен для людей, но теперь уже, видимо, не в России. Но, кстати, в метро можно тоже при помощи NFC рассчитываться. Так что зря вы говорите, зачем нам теперь NFC. Нужен. Все-таки кое-где он нужен. И здесь также стоит у нас Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5. Поскольку это Xiaomi, здесь поставили инфракрасный порт для управления вашим телевизором, либо другим устройством и даже FM-радио. Было бы здорово, если бы FM-радио работало без наушников. Но, к сожалению, каждый раз наушники выполняют функцию антенны. А мне бы хотелось, чтобы без нее. Что касаемо Mi-пульта, то это просто обычный пультик. Управляете абсолютно любой техникой. На ваш выбор. Есть куча. Вот сами видите, перечисляют и вентилятор, и умная приставка, и все остальное. Разрешение дисплея Full HD+. Здесь есть технология HDR10, то есть высокая контрастность. В определенных фильмах такого формата вы будете получать удовольствие. 120 Гц можно переключить на частоту пониже для экономии энергии. Full HD+, для такой диагонали дисплея нормально. Плотность пикселей высокая. То есть я пикселей все-таки не вижу. Здесь есть также Always On. Это постоянно светящийся дисплей. То есть в ночи будут отображаться, например, часы. Если вы так настроите. Но это AMOLED, и значит в нем есть ШИМ. Поэтому протестируем. ШИМ-тест у меня есть в каждом обзоре, где используется дисплей Super AMOLED или просто OLED. Но смотрите, сейчас у нас стоит средняя яркость и частота обновления от 120 Гц. В этом режиме чаще всего люди используют смартфоны. ШИМ здесь очень небольшой, всего лишь 17%. Давайте понизим яркость и посмотрим, как это повлияет на увеличение широтной импульсной модуляции. Точнее коэффициента ШИМ, который вредит глазам. А вот здесь уже 40, 40 это уже серьезные показатели. Это уже вредит глазам. Идем дальше. Спускаемся ниже и ставим на дисплей. Смотрим. На самой низкой яркости здесь всего лишь 14%. Это допустимые показатели. То есть сильного вреда нет при самой низкой яркости, когда вы в темноте. С какого же момента у нас ШИМ пропадает? Вот сейчас приблизительно яркость 40%. Смотрим. 32%. Пожалуй, что это коэффициент пульсации высокий. Ставим на 50% уровень яркости. И смотрим, что здесь получается. 50% яркости нам выдает всего лишь 18% приблизительно. Это уже такие показатели, которые не сильно вредят. Чуть выше среднего. Допустим, 65% ставим. А здесь уже коэффициент пульсации очень низкий. 7%. Короче, ставьте на 55% и вы получаете безвредный для глаз OLED дисплей или AMOLED. В общем, это разновидности технологии. Вы поняли, да? А теперь давайте посмотрим. Вот берем, возвращаемся в шимящую зону. Так я ее назвал. Сам придумал, кстати. Шимящая зона яркости. И здесь вот смотрите. 27% высокая частота шим, пульсации, коэффициент. И ставим на 60 Гц, что от этого поменяется. И, ну, приблизительно то же самое. То есть, грубо говоря, от герцовки дисплея ничего не зависит. Все зависит именно от того, при какой яркости вы его используете. Вот такая вот чуть выше среднего. И вреда для ваших глаз фактически нет. Пользуйтесь, не благодарите. Как же снизить вредное воздействие шим на ваших... О, 120 включились. 120 включились, но не сразу. Странная история. То есть, поначалу все тупило. Сейчас стабильные 120 я вижу прямо. Никакого торможения нет. Ну, окей, хорошо. Пусть будет недопильная прошивка. Заходим в экран. И здесь как вот снизить нагрузку на глаза от шим. Во-первых, включайте темный режим. И, кстати говоря, вы можете здесь поставить еще и вот фильтр синего. Он помогает также снизить нагрузку на ваши глаза. Можете установить это все по расписанию. Вам понравится эффект, как глаза стали меньше напрягаться. Какой лучше взять вместо этого? Отвечая на вопрос в сообществе честного обзора, где Илья Горячев, мой соавтор, ведет свои текстовые блоги. Ну, я думаю, что можно взять, во-первых, версию 5G. Не потому, что есть 5G, который в стране у нас бесполезен просто. А просто потому, что там даже процессор чуть получше. Производительность выше будет. Там Snapdragon будет стоять вместо MTK. Вот как не говорите мне, Snapdragon для меня лучше. Теперь выходим с вами в настройки камеры. Просто посмотрим, что здесь есть. Во-первых, все очень стандартное. Профи, видео, фото, портрет, еще. Закладка еще включается отдельной кнопкой 108 мегапикселей. Используйте это только при ярком освещении. Потому что в плохом освещении появится шум, зерно и так далее. То, что вам не будет доставлять удовольствие. При фото режиме вы можете использовать переключение на широкоугольный объектив. Влезают даже вот эти вот мячики в кадре. Возвращаемся обратно. Качество максимальное будет, естественно, только на основную камеру. Цифровой кроп 2Х, он как бы больше портит картинку. Потому что это цифровое увеличение, оно здесь ни к чему. Рекомендую сразу поставить режим HDR на автоматический. Чтобы даже не думать об этом и не вспоминать. Рекомендую также включить искусственный интеллект. Когда режимы будут выбираться автоматически. И картинка будет максимально качественной. Во время съемки обзора мне часто пишут молодожены. А я всегда отвечаю очень быстро и сразу. Поэтому ответ на вопрос, есть ли в моих кругах аниматор для детей. Ребята, отвечу да. Переходим в режим видео. Здесь также мы видим, что можно записывать видео на широкоугольный объектив. Давайте посмотрим, с каким качеством. Максимальная возможность это Full HD 30fps. Видео также можно записывать на макросъемочную камеру. Нажимаем и видим максимальную возможность HD 720 30fps. Возвращаем обратно и вот тебе опять же Full HD. Переключаемся на широкоугольную камеру для того, чтобы посмотреть, какие возможности здесь есть. И максимально здесь тоже Full HD 30fps. Предлагаю зайти в настройки и посмотреть, можно ли отключить стабилизацию. К величайшему сожалению, стабилизацию никак не отключить. А можно ли это сделать на селфи-камере? Посмотрим, что у нас есть в режиме селфи-камеры. В режиме селфи мы можем позволить себе съемочку Full HD 30fps и не больше, к сожалению. При этом, естественно, у камеры нет автофокуса. Вообще, в целом, как работает портретный режим, мне понравилось. Очень корректная проработка идет изображения. Очень важно, когда покупаешь смартфон, иметь на борту хорошего качества видеозапись. Здесь она ничего такая, в принципе, да. Но сами посмотрите, днем пишется хорошо. Но звук, он везде слабоват. То есть и по частотным характеристикам запись звука не супер. Хотя и стерео. И в то же время по громкости. Здесь, когда я показываю вам результаты тестов, мне пришлось добавить громкость на плюс 4 децибела, а местами даже дойти до плюс 12, чтобы вам было комфортно смотреть обзор. Учитывайте это. Видео на обычную камеру. Сейчас попытаюсь переключиться на широкоугольную. На широкоугольную у нас влезает весь памятник в кадр. При этом стабилизация также работает, но включить ее можно только через стоп. Посмотрите на широкий угол таврик. Теперь угол у нас обычный. А теперь я использую двойной цифровой зум. Как вам качество? Видеосъемка Full HD 30 FPS. При этом я иду пешком, достаточно сильно болтаюсь, качу рядышком самокат. Посмотрите. И, как видите, тряски нет. Как будто бы мы используем стабилизатор. Также Full HD 30 FPS на широкоугольную камеру. Мы плывем. Картинка очень сильно стабилизирована и кропнута. Full HD 30 FPS на селфи-камеру. Вот я еле влезаю, утягивая руку максимально от себя. Но посмотрите, как я крупный. Это потому, что цифровая стабилизация кропает картинку, увеличивает. Это неудобно. Хотелось бы иметь возможность отключать эту цифровую стабилизацию. Но ее здесь нет. Сейчас попробуем снимать видео на макросъемочную камеру. Она сфокусирована только на близкое расстояние. То есть, к сожалению, здесь нет автофокуса. Смотрите, не отбивает. Но, в принципе, качество очень хорошее. Здравствуйте, ребята. От честного обзора у нас детские билеты. Все взрослые по детскому билету на Дворцовой набережной 10. Я вам жду достаточно в кассе показать честный обзор, подписка и билет детский в ваших руках. Ночная съемка на основную камеру Full HD 30 fps. К сожалению, нельзя отключить стабилизацию. Из-за нее вы видите вот такое вот размытие. И вот 30 fps это максимальная возможность. Широкоугольная камера Full HD 30 fps. В этом же месте ничего толком не видно, к сожалению. Переключиться обратно мы не можем. Только в рамках широкоугольной камеры увеличение и уменьшение. Памятник авиаторам Балтики. Красивый самолет. А здесь есть фонтан, который почему-то работает в ночи. Купаться нельзя. Обратите внимание, надпись читается плохо, потому что я двигаюсь и работающая стабилизация. Но если остановиться, картинка такая. Ну вот селфи-камера в принципе показывает себя одним и самым суперским образом, потому что я вижу большое количество шумов. Конечно, может быть на постпродакшене самим смартфоном это обработается. Звук вы слышите прямо сейчас, можете оценить его качество. Здесь не очень темно, но вы видите, что качество при этом сильно слабое. Я уже сказал, что основной модуль на 108 мегапикселей с технологией Dual Pixel от Samsung. Но почему-то эти 108 мегапикселей не работают всегда. Их можно использовать только днем при хорошем освещении для фотографии. Тогда вы получаете детализированный снимок. Попробуйте включить 108 в ночи и получите огромное количество шумов. Там, где темновато, не вывозит. В остальном ограничение по записи 30 кадров в секунду для меня это не то, чтобы какой-то прямо напряг. Чаще всего я так и снимаю. Full HD 30 FPS. Ведь остальное пожирает память и ресурсы смартфона, а также требует хорошего освещения. При 60 кадрах в секунду вам нужно побольше света. А 30 это самый международный формат, так что с этим проблем точно не будет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Недостатки этого смартфона в том, что здесь нет все-таки беспроводной зарядки. Это вам не флагман. Второй недостаток IP53. Это вам не IP68, где можно нырять в бассейн. Здесь просто защита от брызг. Здесь также есть недостаток отсутствия 5G для тех, кто живет за рубежом. Но у нас-то еще не скоро разовьется эта сеть. Для геймеров и поглотителей контента здесь есть несколько приятных штук. Во-первых, великолепного качества стереозвук. Очень сбалансированный, динамики звучат сочно и по частотам отлично. Здесь вибромотор по оси Z, создающий эффект молоточков, который также вам будет приятен. Здесь 120-герцовый дисплей, хай-рес качества звука Dolby Atmos. Ну, в целом, то есть вот он как именно контентовыдаватель из сети интернет прекрасен. А вот по играм, конечно, он не дотягивает из-за процессора. Звук у смартфона стерео, да к тому же высокого качества. Очень громкий и приятный. С одной стороны стоит динамик, и с другой, причем расположенный симметричный. Теперь по графике. Давайте смотреть. Тише, что так кричишь? Поплыли, поплыли. Так, хорошо. Смотрите, торможений фактически не обнаруживается. То есть качество картинки и проработки графики очень высокое. Тайв, телефон. Это не просто телефон. Это фактически флагман. Ну, есть, конечно, задержка, но извините мне, Genshin Impact это просто зверская игра. Она очень сильно напрягает процессор и графический чип. Она выжимает все соки из устройства. И здесь она идет хорошо. Вы будете получать огромное удовольствие в игре. Ставлю 5 баллов. Процессор Mediatek Helio G96 по технологии 12 нанометров. Не сказать, что он крутой. И за графику отвечает чип Mali-G57MC2. В целом, игры, сами видите, как он тянет, не самый смак, да? Но, тем не менее, вот самые мощные игры на хороших параметрах, они идут. Это значит, что для игр он все-таки подходит. Но не на самой комфортной производительности. Первым делом хочу настройки графики поменять на максимальные. Графика и звук. Так, смотрим. Значит, графика высоко, высоко, максимум. Давайте максимум. Вот, высоко только позволяет поставить. Короче, даже автоматически он выбрал максимальные какие-то варианты. 120 Гц сейчас частота обновления дисплея. Но, на самом деле, кадры в игре 30 фпс. То есть, немного. Могло быть больше. Это вам не 60. Плавность, как таковой, особо не ощущается. Ну все, друзья. Где-то минут 7 я играю. Никаких подтормаживаний не обнаружено. Графика великолепного качества. Хотя, я вижу всего лишь 30 фпс вместо ожидаемых 60. У смартфона, как ни странно, очень так себе троттлинг-тест. Когда я его запустил, я подумал, это что такое вообще? Почему все красное? Почему он проваливается на первых же минутах? И подумал, что он завис. Я перезагрузил смартфон, но получил ту же самую картину. Несмотря на то, что здесь стоит система охлаждения Liquid Cool, специальные пластины и трубочки, в данной ситуации это просто набор слов. Оно не дает того эффекта, которого мы ожидаем. То есть без троттлинга 100% в течение, например, 30 минут. Я ведь ставлю троттлинг-тест, делаю 100 потоков и 30 минут всегда. Для того, чтобы нагрузить его по полной и показать как надо. А здесь он проседает до 70% в первые же минуты. Подводя итоги, могу сказать, что Redmi Note 11 Pro по неймингу абсолютно провалились. Потому что где здесь Note, где здесь суперпроизводительное железо, где здесь Pro, имелись в виду наверняка камеры. Мы уже больше не доверяем неймингу Redmi. Мы смотрим на факты. И по факту это очень средний смартфон со средними характеристиками, которые подойдет больше. Либо подростку, либо человеку пожилого возраста. Ну да, дисплей здесь хороший, камеры здесь такие, ну, они есть. Но они не сказать, что вообще прям. А что касаемо записи звука, вообще очень слабенько. Гейминг здесь какой? Да средненький очень. В нем есть как и плюсы, так и минусы. Здесь каждый для себя пусть взвешивает ситуацию, свои возможности, потребности и принимает правильные решения. На сегодня это все. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Честный Обзор. И главное, просматривайте следующее видео, а не так, чтобы подписались и висите без дела. Много интересного и полезного я стараюсь выкладывать, рассказывать обо всем честно. Подскажите наш канал друзьям. А меня зовут Евгений Донец. Всем пока. Честный обзор на канале YouTube. Жека вам расскажет про iPhone и утек. Все без лишнего, ты напрягите свой взор. Евгений Донец. Честный обзор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова